Я Веденеева Анна, а я Ольга Ковыб. Мы не стали выбирать для своего отпуска далеких стран и городов. Мы решили начать со столицы, нашей Родины. Белорусский вокзал. Нас ждет поезд и новые приключения в Минске. Столица Беларуси встретила прохладной погодой, и первым делом мы меняем валюту. 400 евро превратилось в 5 миллионов белорусских рублей. Местные цены ничуть не отличаются от наших, но выглядят пугающе. Отправляемся знакомиться с местными достопримечательностями. Первая остановка. Центр города – одна из самых старых улиц Немига с островом Слез. Монумент посвящен погибшим воинам-афганцам. И еще немного столицы Белоруссии. Яблочное дерево, которое стоит прямо в центре города. Полное яблок. Как же хочется их все съесть. Устав от столицы, мы решили поехать повидать бабушку. Она живет в деревне с милым названием Козероги. В самом настоящем деревенском доме, с печью, иконой, сундуком или скрынино-белорусском. А еще колодцем, черной кошкой Варварой и огромным садом со сливами и яблоками. Прогуливаясь по деревне, мы первый раз в жизни увидели настоящую семью аистов. В Белоруссии их называют буслами. Люди верят, что если аист сольет гнездо рядом с домом, то быть счастью. К слову, наша бабушка в свои 84 года искренне верит в любовь и крепкую дружбу. А еще за время отпуска мы побывали в Украине, в Киеве, в Одессе и Ильичевске. Лично для меня Киев самый красивый город. В Ильичевске мы каждое утро бежали на море, загорали, ловили медуз, ели фрукты и ни с чем не сравнимую сахарную кукурузу. Из вечерних достопримечательностей Ильичевска запомнилось огромное пасхальное яйцо высотой 6 метров. Итак, за время отпуска мы покатались на всех видах транспорта, от самолета до тележки из супермаркета. Мы побывали в трех странах и восьми городах, пересекли три границы, говорили на четырех языках, пробовали блюда шести кухонь мира и приобрели много друзей из разных стран.